приветствую все кто будет просматривать это видео я продолжаю искать решение для поддержания необходимого уровня влажности в горшках с цветами и знакомые мне порекомендовали вот такие штучки называется blu-mat blu-mat то есть она состоит вот такой деревянный глиняный конус и какая-то вот тут вот такая странная конструкция с трубочкой эту трубочку конечник у нее ну то есть эту трубочку конец вот этот нужно опускать банку с водой и влажность будет идти по этой трубочке вот сюда накапливаться и постепенно по мере просыхания грунта в горшке она будет эту влагу влагу отдавать я не знаю еще не пробовала вот как бы планирую проэкспериментировать с этим потом расскажу получилось ли у меня что-нибудь они бывают разных размеров побольше поменьше вот это не очень большой размер сравнению с моим пальцем пол пальца где-то в общем буду дальше проводить эксперименты тут это расцветает фолей ягер хус или я джаггер хус как у там правильно свет неврозимый прекрасный с переходами с оттенками но в целом очень красивый такой розовый цвет как лучше на солнце без солнца ну красавчик пока еще готовятся бутончики расцвести особо не это жду здесь династия даджи еще больше распустил вот этот вот свой цветочек крупный он у это шедевр сорт просто шедевр я на него не нарадуюсь смотрите какой густо-густо махровый набитые серединке просто вот розы как розы очень красивый сорт шедевр настоящий шедевр так ну здесь как всегда дениска воды вот я как залила это получается сколько пошло ну сегодня вечером будет двое суток вот пока сколько они выпили ну то есть как тут они сразу выпили побольше а потом вот все пока испарение воды остановилась лучше всего пьет вот этот горшок он самого начала лучше всего пил воды было вот столько вчера я показывал он выпил вот столько за еще прошедшие время сутки почти вот еще вот до этого уровня выпил то есть вот можно даже примерно рассчитывать насколько но дня на три запросто хватит вот этой воды и я просто думаю стоит ли постоянно держать его влажный может быть как-то давать ему какие-то просушки не полностью держать вот так на фитиле но уже вот радует что там дня на три на четыре запросто можно уехать и оставить вот так на фитиле единственное потоньше можно сделать вот эту вот веревочку вот здесь хорошо видно я отрезала эту ленточку шириной вот чуть больше сантиметра так отрезал я вот еще я делаю фитиль это обычные одноразовые тряпочки которые ну вот пятерочка халифик спрайс и в общем-то вот рулоном продаются во всех магазинах я просто вот такую ленточку отрезала ткань синтетическая и не будет так быстро гнить разлагаться хотя со временем конечно это испортится надо просто менять но я думаю что можно регулировать если в половину например еще тоньше и оставить то пить будет еще меньше ну потому что здесь тоже уже значительно прямо выпил вот столько наверно за сутки ну в общем пока все мне нравится меня пока все устраивает водичку пьют цветут не вянут не горят прекраснейшие вилам оделина крупнючие такие белые ой красивые прелесть еще поставила на банку в евразитом потому что суши бутоны зараза такая капризуля а хочется же посмотреть цветение ну прямо ну никак тут бутончики эти мне кажется тоже пытается засушить ну что прямо капризуля ну вот поставила это же уже вот она выпила примерно сантиметр по уровню и на этом у меня закончились эти ведерки но обещали дать еще знакомые подруга моя сказал у нее там есть на даче привезет еще мне таких ведерок ну а так все по-прежнему тут все цветет сага и кролин дин люксбург флайер здесь начинает окрашиваться денис красотка такие пышные ну а здесь частично цветает и вот и зацветает а это ну в общем все как обычно буду проводить эксперименты с блюматами теперь потом расскажу что у меня получилось если вы уже использовали систему блюматов для полива своих растений поделитесь пожалуйста как вам понравилось какие-то может быть нюансы что учесть что ну какие-то улучшения или как что-то лучше и хуже в общем поделитесь мнением я буду ждать ну все пока пока